Серия спиннинговых удилищ под названием Kando или Kando в японском языке нет ударения как такового, поэтому можно говорить и так и так. Это разработка компании Nord Stream последних двух или трех лет. Это все серьезно, то есть действительно серия разрабатывалась, то есть задавались параметры, получались какие-то предварительные версии этих удилищ, потом они совершенствовались, совершенствовались и вот сейчас они пошли в серию. То есть производится энное количество модификаций моделей, которые отличаются по длине, по тесту, по сфере применения. То, что у меня в руках, это одна из моделей этой серии, она специально предназначена для ловли на воблеры методом рывковой проводки. Эта палочка короткая, где-то около двух метров и достаточно жесткая, то что требуется при методе ловли твичинг, когда необходимо обеспечить достаточно резкое ускорение при рывках воблером с тем или иным лобовым сопротивлением. И я должен сказать, что вот именно эта модель для этого способа ловли подходит просто идеально. Моделей в серии очень много и каждая из них создавалась под какие-то конкретные цели и задачи. Я могу взять буквально вот следующую, которая здесь стоит на стойке. Это чуть-чуть подлиннее и данная модель, она может в равной степени быть использована и для ловли на те же самые рывковые воблеры, но и на джиговые приманки, например, или как вариант на вертушки, то есть на вращающиеся блесны с достаточно большим лобовым сопротивлением. При этом взять в руку очень приятно. Показательно, что сейчас постепенно современное спиннедостроение отходит от применения пробки на рукоятках, потому что это имеет массу минусов и используются синтетические материалы, которые достаточно долговечны, они хорошо лежат в руке, но имеют массу других преимуществ. Плюс еще разнесенная рукоятка – это общее облегчение веса, ну и некоторые другие моменты, которые сказываются именно вот на такого рода удилищах, которые предназначены в том числе для рывковой проводки. Расположение рукоятки вот именно в этом месте, то есть относительно небольшая ее длина и захват вот в этой точке примерно сантиметрах 20, это характерно для легких спиннингов, коротких, предназначенных для работы кистью вот таким образом, то есть это для твича, для джига, для каких-то таких еще вещей. Держать это очень удобно, потому что сам по себе бланк очень легкий и разгруженный, особенно в верхней части, плюс еще фурнитура здесь достаточно легкая, она очень качественная и позволяет реализовать эту идею, которая была сформулирована еще достаточно давно, но вот за 2-3 года, сколько вот работали над серией Кандо получилось вот именно сейчас, когда она именно пошла на поток и ее сейчас можно приобрести в самых разных рыболовных магазинах. Но на самом деле то, о чем я сказал, вот эти коротенькие палочки, это всего лишь часть программы. На самом деле здесь существует масса-масса других, более тяжелых и предназначенных совсем для другого вида ловли. Например, берем вот этот вариант, это уже что-то такое для лодочного джига, то есть предназначенное для применения приманок весом там порядка 35-40, может быть даже грамм, и для ловли крупной щуки на джиговые приманки, иногда на воблеры. Для своего вот такого тестового интервала удилище весьма и весьма легкое, то есть если вы будете сравнивать с какими-то аналогами, то можете для себя сделать массу приятных открытий. И определенный ресурс прочности имеет место быть, здесь прописан тест до 25 либров, то есть можно использовать леску примерно там до 10 с чем-то килограмм, и есть определенная гарантия, при сколько-нибудь нормальной технике вываживания вы сможете поймать очень большую рыбу вот этим удилищем. Соответственно, есть масса промежуточных вариантов, то есть средний легкий класс, там просто легкий класс. Реально с серией Канда удилищами этой серии можно закрыть очень большой диапазон в ваших потребностях на рыбалке, то есть это и лодочная рыбалка, это рыбалка береговая, ловля мелкой рыбы, крупной рыбы, ловли на воблеры, ловля на джиг, ловля на какие-то другие приманки, там на традиционные, допустим, колебалки, вертушки. Все здесь достаточно хорошо подобрано, при этом я могу сказать так, что не обязательно, конечно, иметь все, что здесь стоит вот у меня рядом на стеллаже в своем арсенале, то есть достаточно там одного, двух, трех удилищ, чтобы перекрыть все эти возможности, но требования нашего брата, они иногда бывают очень такие щепетильные, и каждый подбирает удилища под себя, под свои цели и задачи, там какой-то диапазон весов, какие-то виды приманок, и какая-то техника ловли. Соответственно, вот под эти все задачи можно подобрать удилища в этой серии.